Марк Твен. Из автобиографии. Москва. Издательство «Правда», 1980 год. Из могилы. Я пишу эту автобиографию и помню все время, что держу речь из могилы. Это действительно так. Книга выйдет в свет, когда меня не будет живых. Я предпочитаю вести разговор после смерти по весьма серьезной причине. Держа речь из могилы, я могу быть до конца откровенен. Человек берется за книгу, в которой намерен рассказать о личной стороне своей жизни. Но одна только мысль, что эту книгу будут читать, пока он живет на земле, замкнет человеку уста и помешает быть искренним, до конца откровенным. Никакие усилия ему не помогут, он вынужден будет признать, что поставил перед собой непосильную задачу. Самое искреннее и самое свободное и самое личное произведение в человеческого ума и сердца — письмо с признанием в любви. Пишущий твердо знает, что никто посторонний не увидит его письма, и это дает ему безграничную смелость в выражении своих чувств. Порою случается, что обманутая девушка обращается в суд, и любовные письма становятся достоянием гласности. Когда автор такого письма видит его в печати, он испытывает невыносимое чувство неловкости, он понимает, что никогда и ни за что не раскрыл бы так сердце, если бы знал, что пишет для посторонних. В письме нет ничего, что его бы опозорило, ни единого слова, которое можно счесть неискренним, лживым, но все равно он никогда не позволил бы себе такой откровенности, если бы знал, что письмо попадет в печать. И мне показалось, что я тоже смогу писать без преград, откровенно, свободно, как пишут признания в любви, если буду уверен, что никто посторонний не увидит, что я написал до той самой поры, пока я не лягу в могилу, бесчувственный и равнодушный. Марк Твен Около 1870 года. Теннессийские земли. Чудовищный участок, которым владеет наша семья в Теннесси, был куплен моим отцом немного более 40 лет назад. Он приобрел все эти 75 тысяч акров за один раз. Обошлись они ему, вероятно, долларов 400. По тем временам это была весьма значительная, единовременная выплата наличными. Во всяком случае, так считалось среди скалы сосновых лесов Камберлендских гор в округе Фентрес на востоке штата Теннесси. Когда мой отец уплатил эти огромные деньги, он остановился в дверях Джеймстауновского суда и, оглядев свои обширные владения, сказал, «Что бы со мной ни случилось, мои наследники обеспечены. Сам я не доживу до той минуты, когда эти акры превратятся в серебро и золото, но дети мои до нее доживут». Вот так из самых лучших побуждений он возложил на наши плечи тяжкое проклятие ожидаемого богатства. Он сошел в могилу с глубоким убеждением, что благодетельствовал нас. Это была печальная ошибка, но, к счастью, он об этом не узнал. Он сказал далее. «Этот участок изобилует железной рудой и другими минералами. Тысячи акров покрыты корабельной сосной, лучше которой не найти во всей Америке. И этот лес можно сплавлять по реке Обец, потом по Камберленду, в Огайо, из Огайо в Миссисипи, а там в любое место ниже по течению, где он только может понадобиться. А сколько дегтя, смолы и скипидара можно будет добывать в этих сосновых барах. Да к тому же это область естественного виноделия. Нигде во всей Америке даже культурные лозы не дают таких замечательных гроздьев, какие здесь приносят дикий виноград. Здесь есть пастбища, здесь есть почвы, пригодные для возделывания кукурузы и пшеницы, и картофеля. Здесь есть все возможные породы деревьев. Короче, на этом огромном участке и в его недрах есть все, что придает ценность земле. Сейчас население Соединенных Штатов составляет 14 миллионов человек. За 40 лет оно увеличилось на 11 миллионов и будет теперь увеличиваться еще быстрее. Мои дети доживут до того дня, когда волна эмигрантов достигнет округа Фентрес, штат Теннесси, и тогда, владея 75 тысячами акров превосходной земли, они станут сказочно богаты. Все, что говорил мой отец о достоинствах этого участка, было абсолютной правдой, и он мог бы еще добавить, равным образом не погрешив против истины, что на этих землях имелись неистащимые запасы каменного угля. Но весьма возможно он обладал лишь смутным представлением о каменном угле, ибо в те времена простодушные теннессийцы не имели привычки выкапывать свое топливо из земли. И он мог бы также продолжить список блестящих возможностей, которые таил в себе этот участок, добавив, что он находится лишь в ста милях от Ноксвилла, и как раз там, где неминуемо должна пройти какая-нибудь будущая железная дорога, от Цинциннати на юг. Но мой отец в жизни не видел железных дорог, и даже, возможно, никогда о них и не слыхивал. Хотя это и покажется странным, но еще восемь лет назад находились люди, жившие под самым Джеймстауном, которые ничего не знали о железных дорогах и отказывались поверить в существование пароходов. В округе Фентрес не голосуют за Джексона, там голосуют за Вашингтона. Когда была произведена эта грандиозная покупка, моему старшему брату еще не исполнилось пяти лет, а моя старшая сестра была еще грудным младенцем. Мы же остальные, а мы составляли большую часть нашей семьи, появились на свет позже и рождались время от времени в течение последующих десяти лет. Через четыре года после покупки случился великий финансовый крах 1834 года, и пока бушевала эта буря, мой отец разорился. Прежде он был окружен всеобщим уважением и завистью, как самый богатый гражданин округа Фентрес, ведь помимо своих огромных земельных владений, он, по общему мнению, имел капитал в целых 3500 долларов, а теперь его состояние уменьшилось более чем вчетверо. Очень гордый, замкнутый и сухой человек, он, разумеется, не пожелал остаться в местах своего былого величия, чтобы служить предметом всеобщего сочувствия. После долгого, скучного и утомительного путешествия со своими чадами и домочадцами по пустынной глуши, он добрался до тогдашнего Дальнего Запада и, наконец, раскинул свой шатер в маленьком городке Флорида, округ Монро, штат Миссури. В течение нескольких лет он там держал лавку, но ему ни в чем не было удачи, если не считать того, что родился я. Вскоре он переехал в Ганнибал, и дела его пошли немного лучше. Он получил почетную должность мирового судьи и был уже избран судьей по гражданским делам, когда услышал призыв, не повиноваться которому не может ни один человек. В первые годы своего пребывания в Ганнибале он опять стал довольно состоятельным по тем временам человеком, но несчастье снова подкосило его. Он по дружбе поручился за Айру, а Айра поспешил извлечь выгоду из нового закона о банкротстве, поступок, который обеспечил ему легкую и спокойную жизнь до самой смерти, и который разорил моего отца, свел его в могилу бедняком и обрек его наследников на долгую, тяжкую борьбу за кусок хлеба. Однако и на смертном одре мой отец вновь обретал бодрость и мужество, когда он вспоминал о наших теннессийских землях. Он говорил, что они скоро сделают нас всех богатыми и счастливыми, и с этой верой он умер. Мы тут же обратили наши алчущие взоры на Теннесси. Все тридцать лет наших блужданий, наших взлетов и падений, они были неизменно устремлены туда, через все разделявшие нас континенты и моря, и по сей день они по-прежнему прикованы к этой неподвижной точке с надеждой, порожденной долгой привычкой, и с верой, которая то разгорается, то угасает, но никогда не исчезает совсем. После смерти отца мы изменили наш образ жизни, но на временной основе, собираясь окончательно все устроить после продажи земли. Мой брат занял пятьсот долларов и купил неприносящую доходу еженедельную газету, считая, так же, как и мы все, что не стоит ни за что браться всерьез, пока мы не разделаемся с землей и не сможем окончательно определить свою судьбу. Сперва мы сняли большой дом, но продажа участка, на которую мы рассчитывали, не состоялась. Покупателю требовалась только часть нашей земли, а мы, посоветовавшись, решили продавать ее целиком, либо не продавать совсем, и нам пришлось удовлетвориться домом похуже. 1890-е годы Джейн Лэмптон Клеменс Это была моя мать. Когда она умерла в октябре 1890 года, ей было почти 88 лет, возраст преклонный, и какая стойкость в борьбе за жизнь для женщины, которая в 40 лет была такого хрупкого здоровья, что ее считали безнадежно больной и приговорили к смерти. Я хорошо ее знал в первые 25 лет моей жизни. Впоследствии я виделся с ней редко, мы жили далеко друг от друга. Я не собираюсь о ней писать, хочу просто поговорить о ней, дать не официальную историю, а только отрывочные картины из этой истории, если можно так сказать, изобразить в моментальных снимках ее характер, а не весь ее жизненный путь. Собственно говоря, ничего замечательного в ее жизни не было, но человек она была замечательной, прекрасной и внушающей любовь. Куда исчезает то множество человеческих фотографий, которые должны бы запечатлеться у нас в сознании? Из целого миллиона фотографий этого первого и самого близкого друга, которые с юных лет должны были запечатлеться в моей памяти, осталась только одна, ясная и четкая. С тех пор прошло 47 лет, ей было тогда 40 лет, а мне 8. Она держит меня за руку, и мы стоим на коленях у постели умершего брата, который был двумя годами старше меня, и слезы катятся без удержу по ее щекам. Она стонет. Это не мое свидетельство горя, вероятно, было ново для меня, потому что оно произвело на меня сильное впечатление, впечатление, благодаря которому эта картина и до сих пор не потеряла силы и живет в моей памяти. У нее было хрупкое маленькое тело, но большое сердце, такое большое, что и чужое горе, и чужие радости находили в нем и отклик, и приют. Величайшее различие между нею и другими людьми, которых я знал, заключалось, по-моему, вот в чем, и оно знаменательно. Другие чувствуют живой интерес к очень немногому, а она до самого дня своей смерти живо интересовалась всем миром, всем и всеми в мире. Во всю свою жизнь она не умела интересоваться наполовину чем-нибудь или кем-нибудь, не умела ограничивать себя и оставаться равнодушной к какому-нибудь делу или к каким-нибудь людям. Больная, которая напряженно и неизменно интересуется всем и всеми, кроме себя самой, которая не знает, что такое скучная минута, такая больная — серьезный противник болезни, и ее нелегко одолеть. Я уверен, что именно эта черта характера моей матери помогла ей дожить почти до девяносто лет. Ее интерес к людям и животным был теплый, сердечный, дружеский. В самых безнадежных случаях она всегда находила в них что-нибудь такое, что можно было оправдать и полюбить, даже если она сама наделила их этим. Она была естественным союзником и другом всех одиноких. Они говорили, что она, благочестивая пресвятырианка, может попасться на удочку и замолвить доброе словечко за самого сатану. И такой опыт был проделан. Начали поносить сатану. Заговорщики один за другим язвительно упрекали, беспощадно бронили его, жестоко обличали. И, наконец, доверчивая жертва заговора попала в западню. Она согласилась, что обвинение справедливо, что сатана действительно погряз в пороках, как они говорили. Но разве к нему отнеслись справедливо? Грешник есть грешник, и больше ничего. И сатана такой же грешник, как все другие. Почему же все другие спаслись? Неужели только собственными усилиями? Нет, таким образом никто не мог бы спастись. К их слабым усилиям присоединились горячие, взывающие о милости молитвы, которые возносятся ежедневно из всех церквей в христианском мире и из всех сострадательных сердец. А кто молится за сатану? Кто за тысячу восемьсот лет просто по человечеству помолился за того из грешников, которому было больше всего потребно? За нашего собрата, который больше всех нуждается в друге и не имеет ни единого, за того из грешников, который имеет явное и неопровержимое право, чтобы за него молились денно и нощно, по той простой и неоспоримой причине, что он нуждается в этом больше других, как величайший из грешников. Этот друг сатаны был кроток духом, незаученным, бессознательным пафосом речи она обладала от природы. Когда при ней обижали или позорили беззащитного человека или животное, в ней пробуждалась жалость или негодование, и тогда не было оратора красноречивий. Очень редко это красноречие было пламенным и грозным, чаще кротким, сострадательным, трогательным и проникновенным, и таким неподдельным и выражавшимся так благородно и просто, что я много раз видел, как оно вознаграждалось невольными слезами. Когда кого-нибудь обижали, будь то человек или животное, боязливость, естественная для ее пола и хрупкого сложения, исчезала и на первый план выступало мужество. Как-то я видел на улице дьявольски норовистого корсиканца, грозу всего города, который на глазах у благоразумно сторонившихся горожан гонялся за своей взрослой дочерью с толстой веревкой и грозился измочалить о нее эту самую веревку. Мать моя распахнула дверь перед беглянкой и встала на пороге, раскинув руки и загородив с собой дверь, вместо того, чтобы захлопнуть и запереть ее. Корсиканец бронился, чертыхался, грозил ей веревкой, но она не дрогнула и ничем не проявила страха. Она стояла прямо и гордо и поносила его, стыдила, высмеивала, бросала ему вызов тихим голосом, неслышным на улице, но пробудившим в нем совесть и дремавшее человеческое достоинство. Он попросил прощения, отдал ей веревку и поклялся самой богохульной клятвой, что не видывал женщины храбрее, потом молча ушел своей дорогой и больше ее не беспокоил. После этого они стали друзьями, потому что в ней он нашел то, в чем давно нуждался, человека, который его не боится. Как-то на улице в Сент-Луисе она удивила дюжего возчика, который избивал свою лошадь тяжелым кнутовищем. Она отняла у него кнут и так убедительно говорила в защиту провинившейся лошади, что он сам сознался в своей вине и даже дал обещание, которого не мог бы сдержать. Не такая у него была натура, обещание, что он никогда не будет дурно обращаться с лошадьми. Такое заступничество за обиженных животных было для нее самым обыкновенным делом. И должно быть, она умела показать свои добрые намерения, никого не обидев, потому что всегда добивала своего, нередко заслуживая одобрения и похвалу противника, не говоря уж об уважении. Все бессловесные твари находили в ней друга. По какому-то неуловимому признаку каждый бездомный, загнанный, грязный, беспутный кот сразу узнавал в ней свою покровительницу и защитницу и шел за ней до самого дома. Инстинкт его не обманывал, его принимали с распростертыми объятиями, как блудного сына. Одно время в 1845 году у нас было девятнадцать кошек, и все они были ничем не замечательны, никаких заслуг у них не было, кроме того, что они были несчастны, а эта заслуга небольшая и очень дешевая. Для всех нас, не исключая матери, они были обузой, но им не повезло, и этого было достаточно, они оставались у нас. И все таки лучше иметь таких любимцев в доме, чем никаких. Детям нужны любимцы, а держать животных в клетках нам не позволяли, о пленниках и речи быть не могло, мать моя не позволила бы лишить свободы даже крысу. В маленьком городке Ганнибали, в штате Миссури, где я жил мальчиком, все были бедны и не сознавали этого, и всем жилось неплохо, но это как раз понимали все. Общество там делилось на ступени, люди из хороших семей, люди из семей попроще, люди из совсем простых семей. Все знали друг друга и были друг другом любезны, и никто не важничал слишком заметно. Однако грань классового различия была проведена весьма четко, и общественная жизнь каждого класса замыкалась в его рамках. Это была маленькая демократия, где исповедовали свободу, равенство и 4 июля, и совершенно искренне. Однако аристократический душок был очень заметен. Он был, и никто не видел в этом дурного и не задумывался над тем, что тут есть какая-то непоследовательность. Я думаю, что такое положение вещей следует приписать тому обстоятельству, что население городка пришло из-за рабовладельческих штатов и сохранило институт рабства и на новой родине. Мать моя с ее широкой натурой и либеральными взглядами не годилась в аристократке, хотя была ею по воспитанию. Быть может, немногие это знали, потому что тут действовал скорее инстинкт, чем принцип. Внешне это выражалось случайно, а не намеренно, и довольно редко. Но мне было известно ее слабое место. Я знал, что в душе она гордится тем, что лэмптоны, теперь графы Дерем, владели родовыми поместьями в течение девятисот лет, что они были хозяевами лэмптон-касля и занимали высокое положение еще в то время, когда Вильгельм-завоеватель переплыл море, чтобы покорить англичан. Я спорил осмотрительно и со смягчающими оговорками, потому что приходилось быть осторожным, вступая на эту священную почву, и говорил, что нет никакой заслуги в том, чтобы просидеть на одном участке земли девятьсот лет, особенно с помощью субституций. На это способен любой человек, с умом или без ума. Гордиться можно только субституцией и больше ничем. Значит, моя мать попросту происходит от субституций, а это все равно, что гордиться происхождением от закладной. А вот мои предки другое дело, они стоят выше, потому что среди них был один предок, некий Клеменс, который и сам кое-что совершил, что принесло ему честь, а мне удовольствие. Он был членом суда, который судил Карла Первого и передал его палачу. Я делал вид, что шучу, но на самом деле не шутил. Я действительно питал уважение к этому предку, и уважение это с годами росло, а не уменьшалось. Он сделал все, что мог, чтобы сократить список коронованных бездельников своего времени. Тем не менее, я могу засвидетельствовать, что мать моя никогда не заговаривала о своих знатных предках в присутствии посторонних, для этого у нее было достаточно американского здравого смысла. Но с другими Лэмптонами, которых я знал, дело обстояло иначе. Полковник Селлерс был Лэмптон и довольно близкий родственник моей матери. И при жизни этого чудака всякий, кто с ним знакомился, первым долгом слышал упоминание о главе нашего рода, оброненное как бы невзначай, но так неловко, что с точки зрения сценического искусства это было ниже всякой критики. Это, конечно, вызывало вопросы. И для того оно и говорилось, чтобы их вызвать. И тут рассказывалась грустная повесть о том, как наследник Лэмптонов приехал в Америку лет сто пятьдесят тому назад, разочаровавшись в этом жульничестве наследственной аристократии, женился и, удалившись от света в глушь лесов, занялся воспитанием будущих американских претендентов, в то время как на родине в Англии его считали умершим, а все титулы и поместья перешли к младшему брату узурпатору, на котором лежала ответственность за несговорчивых и нежелающих уступать место узурпаторов наших дней. Полковник всегда говорил с почтительностью придворного о теперешнем претенденте, который ему приходился кузеном, совершенно серьезно называя его графом. Граф был не лишен способностей и мог бы чего-нибудь добиться, если б не этот несчастный случай с его происхождением. Он был кентукиец и человек, не лишенный здравых понятий, но денег у него не было и зарабатывать их было некогда, потому что все его время тратилось на попытки раздобыть у меня и других родичей средства на то, чтобы провести свою претензию через палату лордов. У него были все документы, все доказательства, и он был уверен, что выиграет дело. И так он промечтал всю свою жизнь, вечно в бедности, порою в самой настоящей нищете, и умер, наконец, далеко от родины, в больнице. Похоронили его чужие люди, которые не знали, что он граф, потому что он ничуть не был похож на графа. Бедняга подписывал свои письма ДРМ, и в них он, бывало, упрекал меня, зачем я голосую за республиканцев. Это, видите ли, не аристократично, и, следовательно, не по-лэмптоновски. И тут же приходило письмо от какого-нибудь ярого демократа-вергинца, родственника со стороны отца, который жестоко разносил меня за то же самое, но на том основании, что республиканцы партия аристократическая, и недостойно потомка цареубийцы связываться с этими скотами. Бывало, иной раз я доходил до желания совсем не иметь предков, столько от них было неприятностей. Как я уже говорил, мы жили в рабовладельческом округе, и до уничтожения рабства моей матери приходилось соприкасаться с ним изо дня в день в течение шестидесяти лет. И все же, как она не была добросердечна и сострадательна, мне кажется, она едва ли сознавала, что рабство есть неприкрытое, чудовищное и непростительное узурпация человеческих прав. Ей ни разу не пришлось слышать, чтобы его обличали с церковной кафедры, наоборот, его защищали и доказывали, что оно священно тысячи раз. Слух ее привык к библейским текстам, оправдывавшим рабство, а если и были другие отрицавшие рабство, то пасторы о них умалчивали. Насколько ей было известно, мудрецы, праведники и святые единодушно утверждали, что рабство справедливо, законно, священно, пользуется особым благоволением Божиим, а рабам следует благодарить за свое положение денно и нощно. По-видимому, среда и воспитание могут произвести совершенные чудеса. В большинстве случаев наши рабы были убежденные сторонники рабства. Без сомнения, то же происходит с гораздо более развитыми умственно рабами монархии. Они признают и почитают своих господ, монарха и знать и не видят унижения в том, что они рабы, рабы во всем, кроме названия, и менее достойны уважения, чем наши негры, если быть рабом по доброй воле хуже, чем быть рабом по принуждению, а это несомненно. Впрочем, в рабстве округа Ганнибал не было ничего, что могло бы побудить к действию дремлющие инстинкты гуманности. Это было благодушное домашнее рабство, а не зверское рабство плантаций. Жестокости были очень редки и отнюдь не пользовались популярностью. Делить негритянскую семью и продавать ее членов разным хозяевам у нас не очень любили, и потому это делалось нечасто, разве что при разделе имения. Не помню, чтобы я видел когда-нибудь продажу рабов с аукциона в нашем городе. Подозреваю, однако, что виной этому то, что такой аукцион был обычным, заурядным зрелищем, а не из ряда вон выходящим и запоминающимся. Я живо помню, как видел однажды человек десять чернокожих мужчин и женщин, скованных цепью и лежавших в повалку на мостовой в ожидании отправки на юг. Печальнее этих лиц я никогда в жизни не видел. Скованную цепью рабы представляли должно быть редкое зрелище, иначе эта картина не запечатлелась бы в моей памяти так надолго и с такой силой. Работорговца у нас все ненавидели, на него смотрели, как на дьявола в человеческом образе, который скупает и продает беззащитных людей в ад, потому что у нас и белые, и черные одинаково считали южную плантацию адом, никаким более мягким словом нельзя было ее описать. Если угроза продать неисправимого раба в низовье реки не действовала, то ничто уже помочь не могло, дело его было пропащее. Обычно принято думать, что рабство неизбежно ожесточало сердца тех, кто жил среди рабов. Думаю, что такого влияния оно не имело, если говорить вообще. Думаю, что оно притупляло у всех чувство гуманности по отношению к рабам, но дальше этого не шло. В нашем городе не было жестоких людей, то есть не больше, чем можно найти в любом другом городе тех же размеров в любой другой стране. А насколько мне известно по опыту, жестокие люди повсюду очень редки. Продолжение следует...